Это новости здесь. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о том, что расскажем ближайшие полчаса. Амич объявил голодовку прямо на парковке у здания мэри. Таксист Дмитрий Куалов потребовал от мэра решить проблему с разбитыми городскими дорогами. Заявил, что заблокируется в своей машине и будет сидеть в ней столько, сколько потребуется. О том, как началась эта акция и почему она оказалась одной из самых коротких в истории протестного движения в сюжете Юлии Бобровой. Кстати, состояние омских дорог в очередной раз проверили госавтоинспекторы. В госавтоинспекторы результаты не удивляют и не утешают. С начала года полицейские выписали около сотни протоколов городским чиновникам, отвечающих за состояние дорог. Сумма административных штрафов 300 тысяч рублей. В этот раз под внимание дорожных полицейских и объектов телекамер попали участники на улицах Диановой и Лукашевич. Согласно ГОСТу, длина выбоина не должна превышать 15 сантиметров. Ширина 60, а глубина 5. Омские ямы превзошли госстандарты почти в два раза по глубине и в десятки по длине и ширине. На таких дорогах автомобилисты скорость явно не превышают, жалеют машины. Вот только ДТП от этого становится не меньше. Об омских дорогах теперь знают не только в России, но и за рубежом. Британское издание «Метро» рассказало своим читателям, как нужно ездить по выбоинам в Омске и выталкивать автобус из ям. Тем не менее, у Бухабов на дорогах уже начали предупреждать не только о соцсетях, но и на улицах. Неизвестные авторы развестили на столбах плакаты с предостарежением «Осторожно!» и «Ямы». Листовки формата А4 склеены на улицах Конева-Ленина-Партизанской, и то есть там, где в выбоинах остались сотни колес и бамперов омских автомобилистов. В Омске разваливаются не только дороги, но и здания. Буквально несколько часов назад, недалеко от Мэгги, на углу дома номер 2 по улице Гусарова, обвалилась часть крыши. Там находится военное дело следственного комитета. Опасное место оградили красными лентами. Если верить очевидцам, инцидент произошел сразу же после акции голодающего мужчины. К счастью, никто не пострадал. А вот на 10-летнюю девочку с крыши дома упала глыба льда. ЧП произошло накануне на улице Лобково. Ребенок сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадала бабушка, с которой она приехала в город. Все подробности происшествия у Максима Кабаненко.